Любит Господа, невзирая на погоду, сегодня будем славить Его Святое Великое Имя. Давайте поднимемся на наши ноги, помолимся в молитве, просим, чтобы Он благословил это служение. У каждого своя нужда, свое переживание, свое ожидание от Господа. И Господь имеет благословение для каждого сердца. Господь знает, с чем ты сегодня пришел. Господь знает, какие отчаяния у тебя, ожидания, о ком ты молишься, о чем ты просишь Господа, за что ты Его будешь сегодня славить. В Писании говорит, еще нет слов на языке, Господи, а ты знаешь, уже все совершенно. Но мы все равно будем славить, потому что Он сказал, славьте Господа, ибо Он благ, ибо век милость Его. И я думаю, что Господь был благ с нами до этого дня. По милости Его мы не исчезли. По милости Его мы в доме Его, со святыми Его. Давид говорил, возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень. Аллилуйя. И независимо, какая температура, холодно или жарко, это не влияет на отношения с Богом. Да, мы должны заботиться о теле, но Господь на первом месте. Давайте мы придем к Господу в молитву и попросим о Него благословения на это служение. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за эту прекрасную возможность сегодня вместе со святыми, детьми Твоими, вместе с братьями и сестрами. Воспеть Тебе хвалу, Господь. Прославить Тебя, ибо Ты благ. Господь, Ты был добр к нам. Твоя рука была с нами, Господь. Мы благодарны Тебе, Господь, за все Твои чудеса, Господь. Мы благодарны Тебе, Господь, за милость Твою. Мы благодарны Тебе, что Ты открылся нам в Иисусе. За то, что мы знаем Бога живого и истинного. За то, что мы знаем Бога Авраама, Исаака и Якова, Бога Израиля, сотворившего нас, спасшего нас, возродившего и даровавшего нам вечную жизнь в Иисусе Христе. Господь, слава Тебе, Вседержитель, хвала Тебе, Господь. Благослови это служение. Благослови, Господь, тех, кто в дороге еще спешит. Благослови и сохрани, Господь. Благослови тех, Господь, кто по причине, возможно, болезни, Господь, сегодня дома. Может быть, Он у экрана компьютера своего, Господь. Мы их благословляем, всех наших, Господь, братья и сестер, которые вместе с нами, Господь, в этом служении, посредством этих технологий, Господь. Мы можем видеть друг друга, Господь, молиться вместе, Господь. Пусть Твое присутствие будет в каждом доме, Господь. Пусть Твое присутствие наполнит, Господь, это собрание. Наполнит каждое жилище, Господь. Ты Бог Вездесущий. Ты не ограничен зданием, Ты не ограничен временем, Ты не ограничен пространством, Господи. Вся вселенная не может вместить Тебя. Господь, мы желаем пережить Тебя сегодня по-новому. Как Ты в Своем слове сказал, обновятся в силе, надеющиеся на Тебя. Обновятся, Господь, поднимут крылья. Господи, пусть сегодня крылья будут подняты, у кого они опускаются, Господь. Пусть сегодня, Господь, продолжит бег тот, кто бежит, Господь. Тот, кто идет вперед, Господь, пусть он не останавливается. Пусть Твое слово сегодня, Господь, поднимет до силы, Господь, до новой заря. Идти продолжать начатое во славу Твою, Господь. Чтобы никакой ветер, никакая буря, ничто не остановило нас, Господь, в призвании, в исполнении Твоей святой воли. Благ Ты, Господь, честь и слава Тебе, хвала и похлонение Богу живому, Богу вечному, Богу истинному, Богу Израиле. Аллилуйя, слава Тебе, хвала Тебе непрестанно из наших уст. Аминь. Ой, Господу, вся земля, о спасенье Его говори. Его чудеса и слава прославляются по всей земле. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Халилюя! Дай прославить Тебя, как Ты достойный, Господь! Халилюя! Субтитры создавал DimaTorzok От всякого колена племени народов Ты соделал нас царями, Аллилюя! Субтитры создавал DimaTorzok Достоин, нагнет заклоны, принять всю честь и славу, Все богатство и премудрость, все благословение! Он соделал нас царями и священниками Богу, и мы будем царством на земле! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Достойный, Господь! Достойный взять книгу! Достойный взять книгу! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Живущий во веки веков Слава тебе, Господь Слава, Слава Живущий во веки веков Слава тебе, Господь Слава, Слава Живущий во веки веков Живущий во веки веков Живущий во веки веков Благословляем Тебя, Господь! Слава Тебе и хвала! Халилюя! 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 Слава Тебе, Господь! Великий, святый, чудный! Кто сравнится перед Тобой, Господь? Слава Твоя велика, Господь! И нет Тебе подобного! Халилюя! Благословляем Тебя, Господь! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы преклоняемся пред Тобой, Господь Oh, Jesus 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 Иисус Jesus Jesus Your name Jesus 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 И снова Твоё, как свет под свет, Вешуа, люблю Тебя, люблю Тебя, Вешуа. И снова Твоё, как свет под свет, Вешуа, люблю Твоё, как свет под свет, Вешуа, люблю Твоё, как свет под свет, Вешуа, прикоснись к нам, Дух Святой, Любовью Своей поклоняемся мы Тебе, Великий, Вешуа. Бог Распятый, но воскреши, Огнем заклади за нас. О, Ешуа. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Мы благодарим Тебя, спасибо Тебе, спасибо Тебе за жизнь, Господь, за Твою милость, благодарим Тебя за то, что Ты есть Господь. Ты царствуешь над всем, в Твоей руке, Господь, жизнь каждого человека. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам силы, за то, что Ты укрепляешь нас, за то, что нам есть на кого надеяться, ибо Ты надежда верная. Ты никогда не посыдишь того, кто надеется и верит Тебе. Благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за завет Твой с нами через кровь Сына Твоего, Иисуса Христа. Спасибо Тебе. Благодарим Тебя, Господь, за Твою милость, любовь, благосклонность Твою, расположение Твое к нам. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Псалом 71 говорит так. И поклонятся Ему все цари и все народы будут служить Ему. Ибо Он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Он избавит. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценно будет кровь их перед очами Его. Кровь их, жизнь человека в крови, душа человека в крови. Писание говорит, что Он избавит души их, и драгоценно будет кровь их перед очами Его. Перед очами Господа драгоценна жизнь каждого человека. Перед очами Господа драгоценна жизнь каждого вашего родного и близкого. Перед очами Господа драгоценна жизнь. Вы знаете, нет ничего дороже у Бога, чем жизнь человека. Он ничего не ценит выше, чем жизнь человека. Нет ничего дороже. И самое дорогое, что отдал Бог за каждого человека, за жизнь его, Он отдал жизнь Сына Своего, Иисуса Христа. Иисус умер на кресте для того, чтобы мы могли жить, чтобы мы могли процветать, чтобы наши родные могли быть спасены, чтобы мы могли служить Господу, чтобы наши родные служили Ему, чтобы никто не потерялся, не погиб, не упал в вечность, не попал в ад. Он отдал жизнь Сына Своего, Иисуса Христа. Он говорит, что избавит нищего и вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. И ты думаешь, может быть, тебе сегодня уже никто не поможет. Ты, может быть, думаешь, что никого нет, кто бы пришел и тебя избавил. Ты, может быть, думаешь, что уже все в твоей жизни заканчивается. Но Писание говорит, что Он избавит уповающего на Него во имя Иисуса Христа. И мы сегодня будем молиться. У нас есть много записок. И вы знаете, Писание говорит, что один прогоняет тысячу. И, может быть, в своей жизни ты уже борешься и не знаешь, как дальше тебе держаться. Но Писание говорит, что двое прогоняет десятки тысяч. И вот, когда присоединяется другой человек, который молится о нужде твоей или нужде твоего родного и близкого, твои шансы увеличиваются в десять раз. Из тысячи получается десять тысяч шансов, что у тебя получится победа. Это очень сильно. И каждый человек, который молится, присоединяется к этой молитве, он увеличивает эту силу в десять тысяч раз. Только подумайте. И сегодня я прочитаю эти записки, их очень много. Я, может быть, не смогу все прочитать. Но ты сегодня не оставайся безмолвным. Ты молись, потому что от твоего голоса зависит жизнь другого человека. От твоего голоса зависит жизнь твоего родного и близкого. Поэтому, может быть, ему как раз сегодня не хватает одного. Вот у него тысяча есть. Может быть, он сам лично вопиет и уже обращается к Господу и не знает, куда идти. И у него вот это тысяча. И против него тысяча уже восстает. Но говорят, что если еще один добавится в ходатайстве, а присоединится в молитве, то человек получает еще помощь десять тысяч. Это очень важно. Вы знаете, математика, она очень проста. И большинство, оно побеждает. Поэтому Господь на нашей стороне, Он дал нам силу, чтобы мы стояли за друг друга, помогали друг другу в молитве. И, вы знаете, на самом деле, серьезно люди недооценивают молитву другого человека, молитву церкви. Мы недооцениваем, и мы это... Вот я сейчас разговаривал с пастором Славой. Он мне сказал, что несколько недель назад молились за человека, который играет в футбол в высшей лиге. И человек верующий, который работает, это его работа, это его, может быть, призвание. И он не мог забивать голы уже буквально там шесть месяцев. И на самом деле уже стояла под угрозой его карьера. И молились в церкви здесь. И после молитвы человек забил голы, стал забивать голы. И на самом деле, я верю, что молитва, она работает. Она работает. И этот парень, он бразилец. Вы слышали, наверное, да, кто был в церкви здесь? Я не помню имя его. Фернандо, по-моему, как-то... Как его? Гонзалес. Торрес. Фернандо Торрес. Он начал забивать голы. И вы знаете, иногда, может быть, ты уже не знаешь, что тебе делать. Может быть, у тебя вообще руки упали. Дух твой уже уныл. Просто невозможно. Ты уже просто хочешь, как Иона, просто пойти и положить на себя руки. Или как тот Илья, который сказал, Господь, уже просто закончи меня. Но я верю, что молитва, она разбивает, она побеждает. И мы будем молиться. Прошу молиться о моей внучке Эрике. У нее переходный возраст. Помолитесь, пожалуйста, чтобы она слушалась маму. Вы знаете, молодежь, у меня давно было сказать... Ну, вообще, у меня так возникают такие моменты, когда я обращаюсь к молодежи. В Библии, в заповедях написано, что от того, как мы относимся к нашим родителям, к отцу или к матери, зависит наша жизнь. Молодые люди, если вы сегодня здесь слушаете, если тебе 5 лет, 10, 14, 19, 20 или тебе 25, знай, что твоя жизнь зависит, твоя жизнь зависит и успех в твоей жизни. Все, о чем ты думаешь, о какой-то машине, может быть, о каком-то, может быть, образовании или карьере, все это зависит от твоего почитания твоих родителей. Не обольщайся, молодой человек. Библия говорит, что почитай своего отца и мать, и будешь долголетен на земле, и будешь успешен. Твой успех зависит от почтения твоих родителей. Если ты дерзок, если ты просто наглс к своим родителям, знай, что твоя жизнь, она находится в силе этой заповеди, почтения твоих родителей. Сегодня мое обращение к тебе, молодой ты или старый, если у тебя есть родители, которых ты не простил, или ты говорил против них что-то, я просто говорю тебе, покайся сегодня, обратись к Богу, повернись к своим родителям, к отцу, кто бы он ни был, пьяница, распутник, развратник или еще кто-то. Если ты когда-то говорил против своих родителей, поднимал, не дай Бог, еще руку на них, или где-то за глаза со своими друзьями, может быть, говорил о своих родителях что-то непотребное, покайся сегодня, потому что твоя жизнь зависит от того отношения к твоему отцу и матери во имя Иисуса Христа. Это мой сегодня месседж, это месседж Господа к тебе, молодой человек, который слышит эти слова. И если ты уже старый, если тебе 60 лет, и ты помнишь свои жизни, и, может быть, твоих родителей уже нет на этой земле, ты покайся перед Господом и попроси прощения у Него за то, что ты неправильно относился к своим родителям. Может, твоя жизнь, она не клеится, может быть, она не идет из-за того, что ты когда-то в своей жизни произнес своими устами что-то противное против своих родителей. Мы ни в коем случае не оправдываем наших родителей, если они пьяницы были, или еще какие-то бийцы, или еще кто-то. Мы не оправдываем. Бог не сказал, чтобы мы оправдывали их, Он сказал, чтобы мы почитали их. Мы должны их почитать как родители, потому что они нам дали жизнь. И на этой земле, может быть, ты сейчас ходишь и разбираешься в своей жизни, почему происходит это с тобой, почему ты не успешен. Может быть, в своей жизни ты допустил этот шаг, допустил эту ошибку, когда ты не почел своих родителей, когда ты не уважил их. Поэтому во имя Иисуса Христа пусть придет этот дух сейчас покаяния, раскаяния в отношении родителей. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Ты скажешь, за что мне прощать, если мой отец или моя мать, а не сделай такое в моей жизни, прости и отпусти. Это для тебя. Не важно. Отпусти перед Господом своих родителей, благослови их и попроси у Бога прощения за то, что ты, не разумея, поднимал свою руку, поднимал свой голос на родителей. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Даже если у тебя переходный возраст, если тебя затмевают какие-то моменты твоей жизни, родители, это самое главное в твоей жизни сегодня, молодой человек. Будешь успешен на этой земле и будешь долголетен. От твоего отношения к родителям зависит твой успех на этой земле. Во имя Иисуса Христа. Слава тебе, Господь. Пусть твое присутствие будет в моем доме. Спаси и сохрани, Господь. Хочу просить о тебе небесное здоровья. Аллилуйя. Молитесь об отце Дамира, который проходит тяжелое испытание, рак и предстоящую химотерапию. Мой сын Михаил потерял работу. Прошу церковь молиться о том, чтобы Господь дал ему жизнь свыше и направил его на лечение. Наставь, Господи, на путь истинный, сына моего Михаила. Покажи ему право. Помоги ему побороть его слабости. Прошу молиться о маленьком Максиме. Ему два года, он не растет, как один год. Анализы в порядке. Аллилуйя. Прошу молиться за моего сына Владимира. У него интервью на иммиграционные дела в департаменте иммиграционном. В церковь прошу молиться за исцеление Игоря Гурского. Спасибо за укрепление Марии Ляховой, чтобы Господь убрал горечь в сердце в связи с потерей сына. Господь, спасибо, что ты через своих людей касаешься сердец детей Натальи, и Татьяны, и родных моих. Прошу, Господь, о моем здоровье. Я очень больна. Нарушена иммунная система. Лакшина. 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 Эстер. Прошу, церковь, вознести молитву об Анатолии. Он потерял... Он потерян в этой жизни, ходит на грани полного отчаяния. Прошу, церковь, мою молиться за мою семью, мужа, Эммануила, детей. Прошу освобождения здоровья моим близким, Леночке и маме Ольге. Прошу, церковь, помолиться за Елену Шабловскую, чтобы она могла прийти в Дом Божий. Прошу, молиться об исцелении Светланы Монохиной, Ангелины Владимира. Прошу, церковь, молитвенной поддержки семьи Маршаловых и кончины их сына Олега. Непонятно, как это написано. Умер сын, да? Умер? От инфаркта. Иногда люди пишут так, что не понимаешь, просят, что Бог забрал его или уже забрал. Прошу, церковь, молиться за сына Давида, да будет воля Божия в его жизни. За сына Антона от избавления от наркотической зависимости. Прошу, церковь, молиться об исцелении моего мужа Виталия. Благодарю Бога. И также есть еще с интернета молитвенные просьбы. Мы будем молиться об этих просьбах. Я не буду уже читать их там очень много. Вы знаете, если вы написали записку, молитесь и скажете, что молитесь словами своими, молитесь вслух, не молитесь про себя. Вы знаете, Бог знает все наши нужды, но Он имеет еще удовольствие в том, когда мы Ему говорим вслух то, что нам нужно. То, что мы, когда мы выражаем своими словами, то, что, о чем мы просим. В Библии написано, что уста праведного, они освободят его. Mouth of a righteous shall deliver them. То есть, в наших устах зависит, от наших уст, то, что мы говорим, зависит спасение. Поэтому мы сегодня будем молиться, Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты есть Тот, Который посылаешь Духа Утешителя. Ты есть Тот, Который посылаешь исцеление. Ты есть Тот, Который посылаешь освобождение от всякой зависимости наркотиков, алкоголя и всяких других вещей, которые сдерживают нас от того, чтобы слава Твоя, она была явлена в нашей жизни. Благодарим Тебя, Господь, за освобождение от раковых болезней во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за освобождение Игоря Гурского, за восстановление его здоровья во имя Иисуса Христа, Господь. Ты сказал, что один прогоняет тысячи, двое, десятки. Нас здесь собралось много, и мы возвышаем свои голоса за каждого родного и близкого, за каждого человека, который был, которые написаны здесь в этих молитвенных просьбах, Господь. Даже тех, которые не написали, Господь, но Ты знаешь, Господь, мы сейчас произносим Тебе их поименно во имя Иисуса Христа, Господь. Начинайте просто говорить имена этих людей, о которых Вы молитесь, то, что Вам нужно, то, что они просят во имя Иисуса Христа, Господь. Мы благодарим Тебя за освобождение пленных, Господь, благодарим Тебя за свободу наших детей, благодарим Тебя, что наши дети, они не принадлежат этому миру, хотя они находятся в этом мире, да будут во имя Иисуса Христа освобождены. Ты сказал, что скоро будет освобожден пленный и не умрет в яме наши дети, они не умрут в яме, наши родные и близкие, они не умрут в яме во имя Иисуса Христа, они будут освобождены, они будут восстановлены во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя за наших детей, служащих Тебе, за наших детей, которые проповедуют Слово Твое, за наших детей, которые они несут Слово Твое во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Нам не важно, какие сейчас обстоятельства, ибо мы знаем конец, то, что Ты сказал, что я и мой дом, мы будем служить Господу. Это наше избрание, это наше решение во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Никто не изменит этого никогда во имя Иисуса Христа. Наши дети, наши мужья, наши жены, они будут служить Тебе во имя Иисуса Христа. Наши неспасенные родные и близкие, они будут славить Тебя во имя Иисуса. Господь, пусть это ожесточение, которое происходит сейчас против родных и близких, Господь, оно послужит для славы Твоей во имя Иисуса Христа, Господь. Как в Египте народ Твой, Господь, когда фараона ожесточал и угнетал народ Твой, Господь, это больше и больше приводило народ Твой к славе Твоей. И народ Твой увидел славу во имя Иисуса Христа, Господь. Пусть испытания, Господь, пусть болезни, все, что происходит, Господь, оно будет для славы Твоей во имя Иисуса Христа, обращено в Твою славу, Господь. Ибо Ты можешь обратить все то, что произошло с нами во благо, во имя Иисуса Христа, Господь. Благодарим Тебя, что болезни и что немощи, это не Твоя воля, Твоя воля здоровья. Твое слово говорит, что ранами Твоими мы исцелились во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, что Ты есть Тот, Который поднимает, Ты есть Тот, Который избавляет бедного, нищего, верующего, уповающего на Тебя. Мы просим Тебя, пошли в утешение семьям, которые потеряли родных и близких, Господь, которые проходят сейчас, Господь, эту долину смертной тени, Господь. Но Ты сказал, что даже проходя долиной смертной тени, мы будем находить источники благословения, ибо Ты с нами, Господь. Ты никуда не ушел, Ты никуда не отвернулся, Господь, Ты никуда не пропал. Господь, благодарим Тебя, что Ты держишь нас за руку, нашу Господь. Мы в Твоей руке, Господь, благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, за ответы. Спасибо Тебе за то, что Ты сказал, что вскоре увидите своими глазами освобождение, Господь, во имя Иисуса Христа, что мы увидим исполнение Твоего Слова в нашей жизни вскоре во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Пусть придет дух примирения между родителями и детьми, Господь. Ты сказал, что в последнее время ты обратишь в сердца родителей к детям, Господь. Мы часто думаем, что наши дети должны обратиться к нам, их сердца должны обратиться к нам. Но в первую очередь ты сказал, что сердца родителей обратятся к детям, Господь. Да придет дух примирения, Господь. Да придет дух свободы во имя Иисуса Христа в семье, Господь. Да будет разрушено всякое разделение в семьях во имя Иисуса Христа, Господь. Боже, Дух Святой, мы просим Тебя сегодня сверхъестественно, Господь. Та любовь, которую мы, как родители, не могли дать нашим детям, Господь, пусть она и зальется из наших сердец к нашим детям. Пусть Дух Твой Святой, Господь, наполнит сердца наших детей. Пусть Дух Святой Твой коснется детей, Господь, наших. Пусть Дух Твой Святой коснется наших детей во имя Иисуса Христа. Господь, пусть Дух Твой Святой наши сердца обратит к нашим детям во имя Иисуса, Господь. Дай нам увидеть их такими, какие они есть, Господь. Не такими, как мы решили, они будут, Господь, а такими, как Ты их создал, Господь. Такими, как Ты их предназначил. Дай нам увидеть наших детей такими, Господь, во имя Иисуса Христа. Дай нам увидеть ценность в наших детях. Дай нам увидеть, Господь, эти, Господь, драгоценные моменты в наших детях, Господь, ибо Ты создал их, Господь, Ты скажешь, что дети наши, они будут благословены, они являются благословением наших во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Прости нас, когда мы не почитали своих родителей, Господь. Прости нас, когда мы, Господь, поднимали голос свой на наших родителей. Прости, когда мы, Господь, за глаза говорили против наших родителей во имя Иисуса Христа. Прости нас, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Мы просим Тебя, благослови каждого из нас. Благослови, подними, Господь. Дай увидеть славу Твою в жизни нашей. Дай увидеть Твою славу во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Пусть придет свобода. Пусть, Господь, придут чудеса, Господь. Пусть ответы на эти молитвенные просьбы, Господь, они придут вскоре во имя Иисуса. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, Господь Пусть это будет сезоном Твоих благословений, Господь Пусть, Господь, в это время, в этот январь, Господь Этот год будет сезоном Твоих благословений во имя Иисуса Христа Пусть это будет новым сезоном, Господь, во имя Иисуса Благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя Принимаем Твои ответы, Господь Принимаем Твои, Господь, ответы Исцеление, свободу, Господь Принимаем, Господь, во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя и славим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. 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 Слава Господу. Можете присесть. Давайте мы принесем Господу приношение. Десятины. Аллилуйя. 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 Саня говорит, что Десятая часть нашей жизни, трудов наших, она принадлежит Господу. И мы часто думаем, что принося десятую часть, мы именно прямо сейчас пожнем финансовую сторону, получим какие-то деньги или еще что-то. но Библия говорит, что в одном месте в Библии Писание говорит о том, что Бог говорит, испытайте меня. Нигде ни в чем Бог не говорил, испытайте меня. Но Бог в книге Малахи говорит, что принесите все десятины в дом хранилища моего и хотя бы в этом испытайте меня. Писание говорит, что человек, который не дает десятую часть Богу, вы знаете, во-первых, каждый человек должен понять, что принося деньги в церковь, он несет не в церковь эти деньги, он несет не пастору эти деньги, он несет не еще кому-то эти деньги, он дает Богу. И Писание говорит, что если человек не дает десятину, он находится под проклятием. Это Библия говорит, это говорит Бог. Он сказал, что вы прокляты те, кто не даете десятую часть. Если ты молишься о своей жизни, чтобы она процветала у тебя, чтобы у тебя была работа хорошая, чтобы у тебя был бизнес хороший, и чтобы ты был успешен, если ты не даешь десятину, у тебя нет основания у Бога попросить этого, и ожидать этого. Нет основания. Нет основания. Поэтому еще раз сегодня я говорю не о том, что мы должны давать десятину, это обязательно.